Дмитрий Глушков Это важное событие для Ярославля, для Ярославской области в целом. И сегодня одно из ключевых мероприятий – это 11-е заседание Координационного совета по производственной кооперации. Вот кто стали главными участниками? Ну, я бы хотел немножко откатить ситуацию назад, рассказать, что, во-первых, восьмой год уже споряд проводится День промышленности, так масштабно, как и в этом году. В этом году мы его разделили на две части. Торжественное мероприятие будет вечером в Волковском театре, а сейчас мы находимся как раз на площадке, где проходят деловые мероприятия. Вот одно из таких деловых мероприятий как раз сейчас уже заканчивающийся – 11-й совет по производственной кооперации. Мы эту тему начали в мае 2017 года. У нас уже побывали большие крупные заказчики. Уже есть хорошие результаты, то, что участники Координационных советов выходят на закупки, заключают контракты, довольны, развивают свое производство. Это мы видим самый основной результат деятельности таких советов. Конкретно сегодня что обсуждали? Какие вопросы ключевые? Мы не обсуждаем ключевые вопросы, мы приглашаем конкретных закупщиков. Сегодня к нам приехали коллеги из Автодора и из РЖД. Они рассказали о своих системах закупок. Понятно, что они все торгуются где по 44-м, где по 223-м УФЗ. Везде есть нюансы, много дочерних структур, которые сами по себе функционируют. Но мы, например, видим, что Автодор зачастую закупает больше услуги, что для нас может быть не так сильно востребовано. И сейчас договорились, что они помогут нам выйти на их уже подрядчиков. Например, поставка строительной техники. У нас там есть производство. Насколько сейчас активно региональные компании сотрудничают с крупными заказчиками? Насколько сложно наладить это самое сотрудничество? Наладить сотрудничество, конечно, сложно. Потому что у каждой госкорпорации свои нюансы по аккредитации потенциального поставщика. Не говоря уже о том, что множество дочерних структур, про чем я уже и сказал. Мы как раз в этих ситуациях пытаемся копаться, смотреть и подсказывать нашим предприятиям те тендеры, куда они могут выйти и заявиться со своей продукцией. То есть какая-то поддержка все-таки оказывается региональными властями? Конечно, оказывается. Так в августе 2018 года у нас был создан центр поддержки поставщиков, который в ежедневном режиме осуществляет мониторинг крупнейших заказчиков и высылает как раз всю информацию о текущих тендерах потенциальным нашим поставщикам. Это уже дает свои результаты. И статистику только ту, которую мы можем корректно собрать и подтвердить за это время, уже выполнив контракты, более чем на 100 миллионов. Есть какие-либо госкорпорации, которые традиционно интересуются Ярославской областью, предприятиями нашего региона? Смотрите, всегда интересуются госкорпорации, которые представлены в регионе. Потому что они всегда проще закупать у местных поставщиков. Это и логистика, и проверить качество возможно. Поэтому нельзя сказать, что какие-то больше, какие-то меньше. Мы стараемся повысить их заинтересованность, но показывая именно то, что у нас есть стабильные работающие предприятия, есть инновационные разработки, есть инновационные технологии, которые мы можем поставлять и заменять, возможно, ту продукцию, которая либо у них устаревшая поставляется, либо проводить импортозамещение. Есть какие-то отрасли, которые наиболее интересны крупным заказчикам, российским компаниям, именно которым может похвастаться Ярославской область, предложить себя? Ну, смотрите, у нас есть наши традиционные отрасли машиностроения, химия и так далее. Но у каждой госкорпорации есть своя специфика. То есть вот сейчас, как ни странно, для нашего региона много контрактов планируется к заключению по пошиву одежды. Хотя у нас там есть несколько предприятий, около четырех, которые занимаются пошивом одежды. И фактически каждая госкорпорация закупает спецодежду для своих нужд. Сейчас во всей этой работе задача номер один какая? Чтобы госкорпорации были еще активнее в сотрудничестве с нашими предприятиями? Ну, задача у госкорпораций сэкономить деньги, получив качественный результат. Наша задача, чтобы как можно большее количество наших поставщиков смогло получить контракты, а лучше, конечно, долгосрочные, как, например, делает Интерал, когда они заключают трехлетние контракты на поставку, то, что, в принципе, гарантирует сбыт на три года, это вполне серьезное подспорье для любого предприятия, чтобы оно, во-первых, себя чувствовало спокойно с экономической точки зрения и могло думать о планах по развитию. А вот встречи такого формата, как сегодня на дне промышленности, дают какой-то реальный результат? Это эффективнее, чем как бы по-другому могло бы быть? Когда вот лицом присутствует акция? Смотрите, конечно, дают результат, потому что мы приглашаем к нам тех людей, госкорпораций, которые занимаются закупками. Ну, то есть, условно, мы людей, которые стоят по разной стороне, а сейчас электронного документа оборота, мы их сводим лицом к лицу и даем возможность пообщаться, задать какие-то вопросы, обменяться контактами и перейти к дальнейшему взаимодействию. Дмитрий Александрович, благодарю вас за интересную беседу, желаю удачи в вашей работе. Спасибо вам, приглашайте еще. Обязательно, спасибо вам большое. Я напомню, гостем открытой студии был руководитель Департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Дмитрий Глушков. Редактор субтитров А.Семкин